здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте jumla сенсей урок номер 94 а в этом уроке я хочу показать модуль авторизации регистрации на сайте во всплывающем окне то есть вот сейчас мы видим его здесь нажимаем войти всплывает окно прямо отсюда мы можем нажать зарегистрироваться или авторизоваться также узнать если вы забыли свой логин или пароль и также регистрация во всплывающем окне можно включить собственную captcha у данного модуля или отключить ее совсем данный модуль также работает при наведении мыши можем так сделать чтобы при наведении мыши на кнопки вас формы сразу всплывали этот модуль идет взамен стандартного модуля авторизации jumla также чем хорош модуль он имеет русский интерфейс как админки так и фронтальной части вот вы видите на русском языке cross-браузерность поддержка практически всех популярных браузеров и самое главное есть интеграция с такими расширениями как k2 june social community builder june shopping и интеграция с собственным модулем авторизации то есть вот в всплывающем окне будет отображаться модуль jumla родной модуль авторизации смотрится не очень красиво но авторизация здесь есть такая не пропустите мои топовые продукты под jumla будем устанавливать на мой тестовый сайт у меня здесь есть логин форм родной модуль jumla его мы отключаем расширение менеджер модулей отсортируем опубликовано и логин формы отключаем переходим расширение менеджер расширений загрузить файл пакета модуль вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео в описании я его просто перетаскиваю загрузить и установить установка модуль успешно завершена мы с вами переходим расширение менеджер модулей отсортируем нажму айди еще раз айди вот он в этой логин заходе внутрь заголовок я скрою позицию сразу определю своего шаблона состояние опубликовано здесь это описание на русском как раз о чем я говорил также поддержка jumla разной версии привязка на всех страницах и если по каким-то причинам у вас будет видно какие-то нарушения что-то будет не работать на вкладке дополнительные параметры загрузить jquery попробуйте выставить в положении нет давайте посмотрим настройки первом нас выравнивание делаю в центре то есть всплывать окно будет по центру экрана режим отображения можем сделать либо в всплывающем окне либо выпадающие окно ну конечно в всплывающем окне смотрится намного лучше действие мыши вот здесь как раз мы определяем по клику будет открываться всплывающий окно авторизации или регистрации или при наведении мыши ну я оставлю по клику перенаправлять после авторизации на какую-то из ваших страниц можно указать здесь и при выходе то есть нажать на нажать и на кнопку выход также можно перенаправить на какую-то страницу возможно специально заготовленную Отображать в форме регистрации, когда человек вошел, логин или имя Я оставляю логин Включить кнопку выхода, то есть мы можем ее отключить, чтобы кнопки выхода не было Также у нас включена здесь кнопка регистрации То есть если я здесь ставлю нет, сохранюсь Обновляем страницу У нас есть только кнопка войти Включаю обратно То есть, как я понял, это отключает у нас регистрацию, а это отключает кнопку регистрации, чтобы не выводилась кнопка И также можно отключить кнопку войти Давайте посмотрим Есть только кнопка регистрации Оставляем здесь Следующие два поля теги при регистрации и авторизации Я это не использую Цвет фона кнопки То есть мы можем легко изменить цвет Под наш дизайн настроить Мы просто кликаем в пустую вот эту область У нас всплывает палитра Мы мышкой зажимаем мышь Вводим вот по этой палитре Также можем двигать вот эти ползунки Сменить оттенки И чтобы у нас применилось Этот цвет мы нажимаем вот на этот кругляшочек И цвет текста на кнопке Соответственно, если у нас тут такой голубоватый То, например, темный цвет Будет хорошо смотреться Вот, голубые кнопки И темный цвет текста на кнопке Войти, регистрация Соответственно, сюда код цвета вы можете подобрать И прописать вручную Не забываем здесь указать решетку В начале Дальше два поля У нас есть загружаемые модули По ID И загружаемые модули по позиции Что это такое? Мы кликаем в пустой области Здесь будут отображаться у вас модули Те, которые у вас активированы Например, Mind Menu Сейчас я вам покажу Где он будет отображаться Нажимаем сохранить Обновляем страницу Теперь мы нажимаем войти Я захожу У нас написано Здравствуйте, админ И здесь есть такая стрелочка Если мы кликаем Модуль меню Отображается во всплывающем окне Модуль авторизации То есть сюда мы можем Как бы разместить какой-то модуль Если это нужно Активировать ли CAPTCHA Защитный код Кликаем и выбираем Вот этот вот параметр Давайте посмотрим Обновляю сайт Нажму выйти Регистрация И вот внизу Вы можете обратить внимание Появилась CAPTCHA Также здесь есть колесико Перезагрузить Если не видно текст CAPTCHA Нажимаю на колесо CAPTCHA меняется И вот это поле Куда мы можем ввести эту CAPTCHA Точнее Мы не сможем зарегистрироваться Если мы правильно Не введем символа С этого изображения И последнее Наверное Самая интересная опция Это интеграция С популярными расширениями Как я уже говорил К2 JoomSocial Community Builder JoomShopping И здесь еще есть настройки Если вот выберем Пользовательский компонент Это у нас с вами Обычная форма От Joomla Если я нажму войти То в всплывающем окне Отображается Стандартный модуль Авторизации И регистрации Joomla Конечно смотрится Это не очень красиво Но кнопка регистрации Ведет именно уже На страницу регистрации Не во всплывающем окне Далее понятно Что если мы используем Те или другие компоненты Мы здесь включаем интеграцию И давайте посмотрим Настройки Если я нажимаю настройки У нас появляются Еще две опции Дополнительный модуль Мне не совсем понятно Если мы здесь например Также выберем меню То смотрите Что происходит У нас В всплывающем окне По нажатии на кнопку Войти Вместо войти У нас меню Появляется То есть Вот это вот Здесь не совсем Понятно Зачем здесь это нужно И ссылка При регистрации Если мы здесь Введем какой-то адрес Какую-то ссылку То Кнопка регистрации Будет ввести На этот адрес На этот сайт То есть У нас не будет Здесь регистрации Также Не совсем понятно Зачем это здесь Может понадобиться Поэтому здесь Я оставляю нет И в принципе У нас все готово Можно пользоваться Модуль Работает На этом Данный урок закончен Если для вас Он был полезным Ставьте пожалуйста Палец вверх И подписывайтесь На мой канал Чтобы не пропустить Новые и познавательные Выпуски На этом здесь все И до нового видео Друзья Если вы уже стерли пальцы В поисках хорошего Качественного хостинга Для вашего лендинга На Adobe Muse Или сайта на Jumli Неважно То сейчас я вас хочу Познакомить с замечательным Хостингом Под названием Хостик Сам пользуюсь данным Хостингом Уже много месяцев И очень доволен Главное примечание Хостинга Тестовый период 30 дней 30 дней Вы сможете пользоваться Хостингом Абсолютно бесплатно Второй Очень важный момент Возврат денег В течение 45 дней Если вас не устроят Услуги хостинга Готовый КМС Три года на рынке Молодой хостинг Это очень важно Онлайн поддержка На высоте Перейдя на хостинг Вы сможете увидеть В правом нижнем углу Вот такой вот прямоугольник Это онлайн чат Круглые сутки Трепетная служба поддержки Готова отвечать На ваши вопросы И даже ночью Лояльные цены Мощные сервера Если вы совсем новичок И ваш сайт Уже расположен На каком-то хостинге Но он вам не нравится Служба поддержки Готова бесплатно Перенести ваш сайт К ним У них есть замечательная акция Три месяца Бесплатного хостинга Ознакомиться с данной акцией Вы сможете Перейдя на этот хостинг При оплате за год Можно сэкономить До 45% А также для мощных сайтов Хостинг предоставляет Мощные сервера Вы меня знаете Я вам плохого Не посоветую Итак Если вас заинтересовало И вы хотите ознакомиться С данным хостингом Ссылочка под этим видео Переходите И знакомьтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok